Ребят, смотрите, у нас на балконе такой хороший вид. Можно наблюдать за нашим котиком, как он охотится за утками. Крадётся, крадётся, крадётся. А самое удивительное, у него столько уверенности в себе, что он их поймает, и что они ещё и даже будут в зоне досягаемости. Вот, так уверенно продвигается. Обратите внимание, как он лапки грациозно тянет. Пытается быть неподвижным. Никогда не видел его в таком интересном моменте. И, кстати, не очень приятно, что утки щиплют наши посаженные цветочки. Но всё равно они меня не слушаются, я их уже пыталась прогнать. Я даже не знаю, откуда они взялись. Мы просто прилетели, я думала, с озера отсюда. Здесь неподалёку же озеро есть. Вон, смотрите, смотрите, смотрите. Он может вообще не за уткой, может он ещё за кем-то. Он прям так тянет шейку, ножки, носик. Прям он высматривает, высматривает. Я сейчас, наверное, пойду спущусь к нему, посмотрю, что здесь за картина. А сейчас недавно здесь белочка ещё была. Но я её не успела снять на камеру. Нет, всё, я думаю, что Асик слишком медленно. Но, с другой стороны, если он пойдёт быстро, то он их вспугнёт. Но он понимает, что надо идти быстрее. Обратите внимание, что он увеличивает скорость. Смотрите, смотрите. Он буквально впечатался в траву. Задние лапы у него буквально редко поднимаются сильно высоко, да? А утки, тем не менее, убегают. Они поняли, что он за ними. Ну, и птички какой-то классно, да? Смотрите, 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 смотрите. О, отдох. Не успел. Они трепянулись и полетели. К сожалению, Асик остался без добычи. Ну, ничего. Спасибо. 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 Спасибо.